За процессом голосования все три дня, когда проходили выборы местного самоуправления, следили 317 наблюдателей от общественной палаты Самарской области. Они прошли обучение и владеют всеми необходимыми навыками. В целом оценка соблюдения всех правил и норм голосования позитивная. Избирателям на входе выдавали средства индивидуальной защиты. Во время голосования соблюдалась секретность, подсчитали голоса без нарушений. Но незначительные недостатки в работе членов избирательной комиссии все-таки были выявлены. Девочка, 18 лет, молодая женщина, девушка, впервые голосует, приходит голосовать на избирательный участок в советском районе 33-31. Видит, что против ее фамилии уже, а как, вы проголосовали. Что выясняется? Была мама. И человек... Дними, раньше там. Да, раньше была. Раньше голосовала, раньше. И вот человек, который дает, значит, член комиссии неабилитет, показал мне ту строчку. Мама расписалась вместо дочки. Вот это все выяснилось. Но, тем не менее, это, конечно, есть недоработка члена избиркома. Надо быть внимательным. На 60 избирательных участках в Самаре, Жигулевске и в Ставропольском районе на выборах работали мобильные группы. Это позволило подготовить объективную оценку. Сведения о нарушениях представителей общественной палаты размещали на карте национального общественного мониторинга. Туда направили 36 разъяснений, комментариев и информационных сообщений. Самарская область выглядит достойно. И анализ обращений со стороны разных участников избирательного процесса показывает, что особых оснований беспокоиться за качество результата у нас нет. Всего за процессом голосования следили около пяти тысяч наблюдателей. Елена Малютина, Константин Головин. События.